Привет! Итак, давайте вспомним математику. Все мы, конечно же, знаем, что 10 в степени 2 будет 100, а 10 в степени 6 – это 1 миллион. Все просто. Единица и 6 нолей. То есть подставляем ноли к однерке. Правда, все просто. А сколько же будет 10 в степени 21? Это число называется секстиллион, а 10 в степени 30 называется нонолион. Это единица с 30 нолями. Итак, мы подобрались к числу 10 в сотой степени. Как же он называется? Между прочим, название этому числу придумал в 1938 году известный американский математик Эдвард Казнер. И называется оно… Давайте сначала посмотрим ролик. 10 в степени 100, или 1 единица из 100 нулей. Это число в том числе. И в том числе. Все вы, наверное, догадались, 10 в степени 100, или 1 единица из 100 нулей. Это число, которое называется Google. Это слово получило такую популярность в мире благодаря двум студентам Стэнфордского университета. Ларри Пейджо и Сергею Брину. Они работали над созданием поисковой системы. Это был 1996 год. Уже в 1998 году они создали новую поисковую систему, которую назвали Google. Само название Google без буквы О появилось ошибочно. Вот одна из историй. Итак, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин встречались с одним из основателей САД Микросистем Энди Бехтоль Шеймом. А вот о чем они вели беседу. Это очень интересно, прервал Энди, когда Сергей начал демонстрировать ему возможности своего поисковика. Но я очень спешу. Как вы говорите, называется ваша компания? И достав чековую книжку, подписал чек на сумму 100 тысяч долларов. На имя не существующей еще компании Google. Чтобы получить деньги в банке, необходимо было именно под этим названием зарегистрировать фирму. Что и было сделано позднее. Сама корпорация Google была основана в 1998 году. А сам домен Google.com был зарегистрирован ранее, в 1997 году. Между прочим, официальный логотип Google разработала Рут Кедр. Это художник и дизайнер. И этот логотип действует 6 мая 2010 года. Изначально Google работала на сайте Стэнфордского университета. И имела доменное имя Google Стэнфорд. Интересный факт. Брин и Пейдж решили, что их поисковая система слишком сильно отвлекает их от учебы. И они решили ее продать. Предложили поисковик главе Exit Джорджу Белло за 1 миллион долларов. Но Белл данную сделку отверг. Это было начало 1999 года. А уже 12 февраля 2014 года капитализация компании превышает 400 миллиардов долларов. А знаете ли вы, что компания Google за день зарабатывает более 100 миллионов долларов. А за одну секунду – 1200 долларов. У компании Google просто безумное количество всевозможных сервисов. Но это уже другая история. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok